А минувшей ночью православные всего мира отметили один из древнейших христианских праздников – Крещение Господне. Традиционные богослужения состоялись и в Ангарске. Правда, в этом году в связи с эпидемией праздник проходил без традиционных крещенских купаний. Оборудовать Иордане запретил Роспотребнадзор. Подробнее расскажут мои коллеги. В этом году праздник Крещения ангарчане встретили без привычных морозов и без традиционного купания в Иорданях. В ночь на всех водных объектах дежурили представители полиции МЧС. Однако обошлось без эксцессов. Крещенское омовение большинство верующих предпочли совершать в менее экстремальных условиях. А уже к утру сотни христиан собрались в храме на богослужение. Согласно священному писанию, в момент крещения Иисуса Христа миру явился Святой Дух. В обличии голубя и назвал того сыном. Пройдя таинство и выйдя из реки Иордан, Иисус начал проповедовать. Оттого отношение к воде в христианской культуре особенное. Считается, что в крещенскую ночь она приобретает особые свойства. Когда детей купают, обязательно нужно их потом водичкой обтереть и одевать. Не вытирать полотенцем, а просто одевать их детей. Ну это уже внутри человека вырабатывается вера спасла тебя, так говорится в Библии. Понимаете? Вот и здесь человек, если он верит, и вот эта вода святая, он выпьет ее, да? Ему легче станет, или болезнь отойдет от него. И он верит в этот человек. Как говорят прихожанам священнослужители, агиасма, крещенская вода, помогает ровно настолько, насколько сильна вера человека. Святой водой принято окроплять жилые помещения, вещи, принимать во время болезни, а также давать пить тем, кто не может быть, допустим, к причастию. Елена Жерлова, Александр Бычков, Олег Левченко. Местное время.